Но о чём говорит первое правило на Духовном пути? Система тебе говорит, ты не можешь, смейся. И не слушай. И никогда не поддерживай этой мыслью, а переступай и иди. Сможешь. Сможешь, друг мой. Это легко. Система тебе говорит, ты ничего не чувствуешь. Это оно ничего не чувствует. И оно пытается ассоциировать себя с тобой. Почувствуешь, если откроешься. Просто нужно настроиться на правильную Духовную волну, как ради. И тогда ты будешь резонировать со всеми остальными. И тогда ты будешь резонировать с Миром Духовным. Это невозможно не почувствовать. Но система тут же тебя отвлекает от этого радио и говорит, а интересно, что там на другой? Послушай новости, пойди туда, сделай это. Иди, слушай новости. Ну радио не выключай. И тогда всё будет в порядке, если оно будет у тебя внутри. Тогда ты не заблудишься и не потеряешься в этом мире. Бог даёт абсолютную свободу человеку. Даёт право. Право выбора — жить или умереть. быть другом, быть частью Мира Духовного, стать Ангелом. Одним из них. Или оставаться рабом у сатаны. Это ты выбираешь друга. Никто другой. Никто не может тебя заставить умереть, если ты хочешь жить. Но и никто не сможет заставить тебя жить, если ты хочешь умереть. И это правда. На самом деле нейтральных людей уже нет. Все служат, даже если не знают о том, что они служат. Но кто-то служит сатане, а кто-то служит Богу. Вопрос лишь в том, кому служишь ты.